Почти на лесной опушке, а точнее на центральной аллее Мэтичинского лесопарка, звучит музыка, кружатся в танце девушки в сарафанах и юноши в расписных рубахах. Это не дискотека, тут другие ритмы. Народная музыка не знает временных рамок и традиции гостеприимства тоже. Чем обычно угощают дорогих гостей? Правильно, чаем. Эту традицию чтут по всему Подмосковью и особенно в Мэтичах. Сегодня у нас очень вкусное варенье из вишни, из своих огородов. Все это свеженькое, сливовая вареница у нас сегодня. Конечно, чаепитие всегда было на любом столе, и на крестьянском, и на барском, на всех столах. Чаепитие с самоваром, как ритуал, был знаком и в крестьянских избах, и в помещичьих усадьбах. Оно сохранилось от деревенского быта прошлых веков, как и знаменитый русский пряник. Вот это самый настоящий пряник печатный из сказок Пушкина, но выпекли его в Российском университете кооперации. Скажите, как вы печатаете пряники? Технологию мы соблюдаем классическую, как и подобает в производстве пряников. Не могу сказать, что это прям вот как вековые тульские пряники, но очень-очень похожие. Это культура наших далеких предков, но сегодня она также интересна и тем, кто только узнает о ней и видит, как она нас окружает во всем. Ну а народная музыка и танец для кого-то сегодня открытие, а для кого-то увлечение, как для участников ансамбля русского танца «Россияночка». Что вас так привлекает в народной русской песне? В народной русской песне, наверное, ее самобытность. Это совокупность истории настоящего и нашего будущего. Это наша культура, которую мы должны сохранять. Это часть нашей души. В ансамбле танцуют и школьники, и студенты, а их комаринские векомыры не уступают и современным танцам. Фольклорный фестиваль давно не экзотика, а продолжение наших традиций, то есть что и как мы поем. Перед мытищинцами выступили народные ансамбли «Чебатуха», «Виноградио», театр песни «Яр», хор русской песни под управлением Аллы Захаровой. Весь день звучала музыка на аллее парка. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Матищинский.